Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, на канал Ринка Мискик. И для тех, кто зашел ко мне впервые, меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет видео опять из разряда моих запасов пробников. Только здесь я сейчас вам буду показывать все мои пробнички и ароматов, что у меня есть в наличии. На самом деле это абсолютно лайтовое видео. Если вы такого рода видео любите, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. И пока не забыла, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И я, конечно же, желаю вам приятного просмотра. Сейчас берите чай, попкорн, что-то вкусное и начнем. Вон, вон, туда. Первое, что я хочу сказать, то, что когда открываешь вот эту коробку, у девчонки, боже, какой сумасшедший аромат. Прям парфюмерные магазины для такого парфюмерного маньяка, как я. Это вообще, знаете, это просто вот такая небольшая душина абсолютного релакса. И что же у меня в этой коробочке? Начну первое, что мне попадается под руку. Это у нас Narciss Rodriguez. Вообще с этими ароматами, я могу сказать, девочки, честно, я вообще, у меня нет ни одного аромата Narciss Rodriguez. И вот этот вот мне попался в коробочке. Я заказ сделала какой-то онлайн, и мне туда положили. В общем, это Fleur Musc от Narciss Rodriguez. Это аромат пионов. В чистом виде, мне кажется, это пахнут пионы. Но раскрывать я, как-то что-то описывать аромата сейчас не буду. Я вам просто их буду показывать. Объем в один миллилитров. Самый тарелок очень красивый, могу сказать. Следующее, что у меня есть, это Amor Amor Kosharelle. Но это классика жанра. Все, кстати, пробники у меня в основном... У меня, наверное, пробника два всего, которые я пользовалась. Отсюда все в основном, они новые. Так, тут у нас идет тоже небольшой объем этого ароматика. На самом деле, распробовать и в сумочку так бросить, вот таких вот манюнок их хватает. Так что вот такое вот есть. Это классика аромата. Туалетная водичка. Это не парфюмированная туалетная водичка. Она достаточно облегченная. Ну что, у меня есть целых три пробничка. И я сейчас постараюсь правильно сказать от бренда Terry Mugler, по-моему, называется. Для тех, кто мне, когда я снимала видео о парфюмах, о моем арсенале парфюмерии, ссылку, конечно же, оставлю под видео, у меня там аромат был, он называется Alien. И я не знала, что этот Terry Mugler его сделал, потому что коробку я выбросила, а на донышке очень слабо было видно. И потом уже после ваших комментариев я все-таки там смогла разобрать, что это Terry Mugler. Но не суть. Вот это, по-моему, какая-то их, по-моему, новая версия. Я вообще за их парфюмерными туалетными водами не слежу, поэтому не знаю, могу ошибаться. Это у нас Angel Mousse, парфюмированная вода, полтора миллилитра. Парфюмированные воды, они намного стойкие, поэтому данного пробничка должно вообще, по идее, хватить надолго. Такая водичка красивого цвета. Вообще флакончики у Mugler очень даже классные. Так что такой вот аромат. Alem, туалетная вода, облегченная, 1,2 аромата. Ну, флаконы, я говорю, это просто сказка какая-то. И, по-моему, такой же. Вот, ну, абсолютно такой же, да? Нет, другой немножечко. Тоже парфюмированная вода, 1,2 аромата, вот в такой вот звездочке. На любителя абсолютно аромат, но они такие достаточно стойкие, шлейфовые ароматы, кстати, от Terry Mugler. Следующий, это, по-моему, новинка от Ken The World называется. Здесь у нас вот такие вот сашеточка. Не люблю такие сашеточки, потому что дозировать невозможно и как-то не люблю. Но он у меня есть, мне его дали в подарок за покупки. Скоро, кстати, будет видео о покупочках, наверное, новинках моих. Так что такой аромат, у кого такой есть, конечно же. И кто пробовал, девчонки, пишите свое мнение, как он вам понравился или нет. И это у нас... А что это у нас? Парфюмированная вода, кстати, да. Так что неплохо. Есть у меня вот такой вот Miss Dior Eudé Parfum. Это было, по-моему, в каком-то журнале. Но мне тоже очень нравится. Люблю такие вот штучки. Они очень-очень девичьи и милые. Так что у меня есть такая штучка от Dior. Дальше что у меня есть? Что у меня еще есть? А у меня есть вот такие вот от Givenchy. Это мне давали, кстати, тоже при покупке в L'Etoile такие штучки. Это мужские ароматы, которые называются Gentleman. Он для Givenchy. И какой-то, по-моему, тут парфюмированная. А вот эта туалетная вода, это парфюмированная. То есть это облегченная версия. Это какая-то такая более будь ядреная мужская. Но у меня мужу уже были такие пробники, ему не понравились. Так что лежат. Home Delia Sport от Guerlain. Здесь у нас идет, по-моему, это туалетная версия. Да-да, это туалет у Guerlain. Большинство мужских ароматов, кстати, туалетные. Здесь у нас объем у него тоже неплохой. По-моему, идет 1 мл или 1,2 мл. Не вижу, но не судяки. Как-нибудь муж у меня им воспользуется. Следующее что? О, у меня есть La Vie Belle. Парфюмированная вода. Одно время я очень сильно хотела данный аромат. И вот сейчас у меня лежит в загашниках вот такой вот манюнишный аромат. Наверное, в 1,5 мл. Наверное, где-то так вот. Абсолютно новенький, как вы видите, я его не открывала. La Vie Belle. Lancome. Тоже, кстати, достойный сладкий аромат. Жоржо Армани, аромат, который я хочу себе купить. У меня есть туалетная версия и интенс парфюм. Тоже абсолютно новый аромат, и я ими даже еще не пользовалась. Но у меня был уже пробник парфюмированной воды, и я загорелась его купить. Так что в моих хотелках есть и Жоржо Армани парфюмированная вода. Возможно, даже возьму интенс, потому что она будет более такая стойкая, сладкая и вкусная. Тоже вот такие вот два аромата. По 1,5 мл. Кстати, хорошая вариация от того, чтобы тоже закинуть сумочку. Аромат, который я... Он мне попадался в коробочке красоты. 2 мл от Boss Hugo Boss La Vie. И это у нас идет Eau de Parfum. Я им пользовалась, девочки, на самом деле. И я его особо не поняла, и поэтому он у меня как-то лежит недобитый. Как-то вот так вот. Возможно, я его добью этой осенью. У меня есть от Banana Republic есть вот такой вот Wind Blue аромат, который... Ну, мне нравится Banana Republic аромат, поэтому нежно-нежно их люблю. Вот такой вот у меня пробничек, который никак не может добить мой супруг. Есть вот такие вот пробнички от Leve. Я не знаю, как правильно его читать. Соло. Красивый аромат. По миллилитру тоже, кстати, давали его, по-моему, в каком-то магазине. Ну, я не люблю, еще раз говорю, вот такие вот штучки. Но забросить и просто им палиться с супругой, я думаю, мужчинам вот такие вот вариации. Даже намного круче открыл, вылил и пошел. Rose Old мне попадалось это при покупках. И Frosche аромат тоже не пробовала. Также у меня есть Evidence Le Parfum. И это салфеточки, кто не знает. И Accord Chic тоже. Ну, это вот салфетки, ими тоже очень круто себя помазать. Ими можно помазать какие-то свои личные вещи, даже на подарок. Если вы что-то даете мужчине какому-то, и у вас есть любимый аромат от марки и Frosche, вы можете просто данным пробничком натереть что-то и подарить. Это и будут пахнуть эти вещи, которые вы подарили. Жоржа Армани. Армания Кот Колония. Девочки, я влюбилась в этот аромат. Это мужская туалетная вода и сумасшедший классный аромат. Супругу тоже вот жду, когда он его попробует. Мне очень сильно нравится. Его пока мнение, даже не знаю, что он скажет. Так, вот это мне попытался в коробке красоты, я не пользовалась. И я его выбрасываю, потому что он мне попался просто абсолютно пустой, как вы видите. Я даже не знаю, кстати, чем он пахнет. Неплохой такой аромат. По-моему, это какая-то низшая парфюмерия, насколько мне известно. Следующее, что у меня тут есть, это Босс. Хуга Босс Фор Херл. Это какой-то новый аромат. Был тоже в журнале. Я его пробовала в Литуаль. И я его не поняла. В общем, что-то я набрызгалась и как-то что-то у меня не получилось с ним подружиться. Так, следующее, что я хочу показать. Осталось самое вкусное, девочки. Мои самые вкусные ароматы. Это, кстати, это не вкусный аромат, и о нем я сниму отдельное видео. Это будет субъективное мое мнение об этом аромате Монгерлен, который вышел весной 2017 года. Я сниму его, думаю, в ближайшее будущее. Если вам интересно, конечно же, послушать мое мнение, пишите свои комментарии. Здесь у меня получается аж три пробника. И по... Сколько это миллилитров? Девчонки, я даже не могу сказать, по сколько миллилитров. Подождите, сейчас попробую посмотреть, сколько тут его миллилитров. По-моему, два миллилитра его здесь, потому что он достаточно большой пробник. В общем, у меня тут шесть миллилитров аромата. Скоро я сниму о нем видео. Еще раз повторюсь, если хотите послушать мое мнение, конечно же, по поводу этого аромата, пишите в комментариях. Мне будет интересно знать, сколько вас, желающих, услышать мое мнение об этом аромате, когда уже от него прошел такой сильный бум. Следующий у меня есть вот такие вот, тоже попадалось, какой Мадмозель Шанель. Это вообще стильная штучка, которая попалась в журнале. И люблю я Шанель вот в плане вот этой вот лаконичности. Но с ароматом я... Он у меня есть в наличии, но пока я с ним подружиться не могу, в плане того, чтобы я его прямо носила, разнашивала. Это красивый аромат, но пока вот он у меня стоит до моего именно желания попробовать. А так очень красиво. Ну, согласитесь, это же просто... Ну да, это красивая штучка, которая очень сильно мне нравится. Также у меня есть вот такой вот пробничек. Шанель номер пять. Это обновленная версия. Тоже она попадалась у меня в каком-то из журналов. В каком-то из журналов. И я его не пробовала. Я его пробовала только, по-моему, в магазине. И поняла я его немножко пока. Следующие. Тут, ну, тут, по-моему, мои любимки остались. Cucomade Moselle. Четыре миллилитра аромата. Да, они тут по два миллилитра. Четыре аромата Cucomade Moselle. Вот таких вот, кстати, не тронутые. Абсолютно. А нет, вот тут чуть-чуть я брызгалась. Я вот этот пробник в прошлом году пыталась, точнее, зимой-то я пыталась его поносить. Но о нем долго говорить не буду. Есть два пробника. Отлично. Следующее, что у меня есть, это Sauvage Dior, который тоже мне очень сильно нравится аромат. И хочу сделать приятное своему супругу. Может быть, все-таки когда-нибудь я его куплю ему. И аромат, который тоже хочу себе в коллекцию, это Mon Guerlain. Вот это вот их замечательное, красивое платье. Le Petit Trobe Noir Marob Saut Le Wind U de Parfum Intense. Красивейший аромат. В общем, у меня опять получилось много хотелок. Но благодаря таким пробничкам можно выбрать именно тот аромат, который вы действительно хотите, разносить его и получить абсолютное удовольствие. Ой, у меня тут еще есть какой-то безликий аромат. Сейчас попробую узнать, что это, девчонки. Ой, давай открывайся. Кстати, а это знаете, что, по-моему? Это Dolce & Gabbana Light Blue мужской аромат. Да, вот этот цитрусовый классик. Мне кажется уже, да, что... Ну все, девочки. Собственно говоря, вот это вот все мои пробнички, которые я хотела вам показать, рассказать. Часть я уже пробничков подарила. Пишите свое мнение, нравится ли вам такого рода видео. У меня есть еще... А что у меня еще есть? У меня есть еще новинки в парфюмерии, которые тоже обязательно вам их сниму. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, пишите свое мнение, как вам такие видео. И вообще, понравилось ли вам со мной быть? Какие любите ароматы? Какие ваши любимые ароматы, любимые ноты? Пишите все, мне будет интересно. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там зачастую всегда намного быстрее выходят какие-то новинки, что у меня есть. А потом я уже показываю сюда. Еще раз люблю, целую. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok